Hello, our today's topic is teen camps, a whale of time, and what we're going to discuss is First, teen camp activities, виды деятельности, которыми мы можем заниматься в лагере Then, present perfect with just, yet, already, never, ever, before Мы узнаем, как использовать слова-маркеры, такие как just, yet, already, never, с временем present perfect And we will learn the difference between have been and have gone Мы узнаем, в чем разница между такими выражениями, как have been и have gone And we will learn how to form opposite adjectives Мы узнаем, как, с помощью каких приставок формируются противоположные по значению прилагательные Let's start with teen camp activities Для того, чтобы назвать какие-то виды деятельности, которыми мы можем заниматься в лагере Нам нужно знать основные четыре глагола Play, make, have and go, с которых могут начинаться все эти фразы Play – играть, make – создавать, have – иметь, go – ходить куда-то So now, repeat after me Play a video game Play volleyball Play basketball Play football Play an instrument Если мы будем называть уже какой-то конкретный инструмент, мы будем использовать артикль «the» Play the piano Play the violin Play the guitar The next verb is make Make a robot Make a web page Make a tree house Have Have dancing classes Have acting classes Have painting classes Have IT classes The last verb is go Go swimming Go hawking Go rafting Итак, для того, чтобы рассказать своим друзьям, что же вы успели сделать в лагере, если вы ездили туда на каникулах, нам нужно использовать время present perfect с какими-то определенными словами-маркерами. Какие же это слова? Repeat after me Already Yet Just Ever Never Before Давайте посмотрим, какие из этих слов мы можем использовать в положительных предложениях. Affirmative sentences I have already finished reading the book Я уже закончила читать книгу I have just finished reading the book Я только что закончила читать книгу And I have read this book before Я уже читала эту книгу до этого Так как мы видим слова already and just Ставятся в предложение после глагола have или has И слово before ставится в конце предложения Next is negative sentences Какие слова-маркеров мы используем в отрицательных предложениях I haven't read this book yet I've never read this book Or I haven't read this book before Я еще не читала эту книгу Я никогда не читала эту книгу И я не читала эту книгу до этого Как мы видим слова yet and before ставятся в конце предложения А слово never стоит также после have или has Next type of the sentences is interrogative sentences Have you read this book yet? Have you ever read this book? Have you read this book before? Первый случай Ты уже читал эту книгу? Второй Ты когда-либо читал эту книгу? И последний Ты читал эту книгу до этого? Слова yet and before также ставятся в конце Слово ever стоит перед глаголом в третьей форме Это после подлежащего Have you ever? Итак, еще одна важная вещь, которую нужно узнать Когда мы говорим про время present perfect Это разница между такими глаголами как have gone and have been Они очень похожи и очень часто их путают Let's look at the example He has gone to Paris It means that he is in Paris now He has been to Paris It means that he is not in Paris now He has come back То есть, если мы используем глагол has gone Он уехал в Париж, да? Это значит, что сейчас он как раз в Париже He has been означает, что он уже побывал в Париже Но сейчас он уже не там Он уехал For example I've been to Rome twice Я побывала уже в Риме дважды Но сейчас назначает, что сейчас я не в Риме I've gone to Rome because I want to study there Я уехала в Рим, потому что я хочу учиться там И это значит, что сейчас я нахожусь в Риме Итак, с временем Present Perfect мы вроде разобрались Но вот если мы хотим описать какой-то свой опыт в лагере Нам нужно знать, какие прилагательные использовать И как образовывать отрицательную форму прилагательных Они образуются с помощью основных префиксов или приставок Таких как Итак, когда же мы будем использовать каждую из этих приставок? Ир мы используем со словами, которые начинаются с Р Rational, Irrational Им мы используем со словами, которые начинаются с букв P and M Personal, Impersonal Ill мы используем со словами, которые начинаются с L Logical, Illogical In мы чаще всего используем словами, которые начинаются на AC или на букву C Accurate, Inaccurate Coherent, Incoherent И всегда есть какие-то исключения Exceptions Например, слова Acceptable, Unacceptable Несмотря на то, что этот прилагатель начинается на AC Мы используем отрицательную приставку UN Formal, Informal Articulate, Inarticulate Итак, сегодня мы узнали с вами слова и фразы, которые обозначают какие-то действия, которые мы делаем в лагерях Мы узнали, как описать, что мы делаем в лагере с помощью времени Present Perfect И слов основных маркеров А также узнали, как образуются отрицательные формы прилагательных Для того, чтобы описать нашу жизнь в лагере So, see you next lesson Субтитры создавал DimaTorzok